Всем привет, ребята! Как дела? Я очень рада вас всех видеть. Присоединяйтесь, сегодня будет очень классный эфир, познавательный, полезный. Вот, ну просто замечательный, взрывной. Почему в вашей жизни не получается то, что вы хотите? Почему нет отношений? Почему нет денег? Почему то денег много, то их мало, понимаете? Почему в жизнь приходят любовницы? Весь мир, он состоит из систем. Сейчас я вам это докажу. Ну, например, какие у нас есть системы вообще в мире? Законодательные системы есть в мире. Что туда входят? Суды, нотариусы, судебно-исполнительные какие-то системы. Есть система образования. Есть такая система? Конечно, есть. Это университеты, это академии, это детские сады, это школы, это развивашки, какие-то дошкольные мероприятия. Привет, привет! Привет! Супер! Мне даже из Турции интересно смотреть ваши эфиры. Круто-круто! Спасибо, Дос. Мне очень приятно. Вот, ребят, просто мир весь состоит из систем. Есть еще солнечная система, вы согласны? Есть солнечная система, просто все. Даже если посмотреть на наше тело, наше тело тоже состоит из систем. Кровеносная система, нервная система, чиполовая система, просто наш организм состоит из систем. И знаете, что прикольно? Что мы все состоим тоже из систем, когда общаемся с нашими родителями, с нашими мужьями, с женами, друзьями. Мы тоже состоим в этих системах. Таблица умножения, она же тоже систематична, она ничего не меняется, там нет хаоса, все на своем месте. Это, например, есть тело человека, есть сердце, есть желудок, есть там почки. Понимаете, у каждого здесь своя роль. Кстати, почки мочеполовая система, сердце там кровеносная система, да, понимаете, каждый играет свою роль. Вот, поэтому не бывает такого, чтобы сердце пришло и сказало, я буду жить теперь как желудок. Или там желудок не уходит на место сердца и говорит, я теперь буду качать кровь. Но это невозможно. А как мы в жизни делаем? Видите, это все мальчики, это все девочки. Получается, это я, это вы, мальчики или девочка, не важно. Это мама, это папа, это вот бабушка с дедушкой, и это тоже дедушка, это бабушка. Понятно? Получается, когда мы получаем все, что мы хотим, это деньги, это классные отношения, это дети, это самореализация, это секс. В общем, все, что дает нам классная жизнь, мы получаем только тогда, когда мы находимся вот здесь. Вот это наше место, нужно быть вот здесь, нужно быть вот здесь, чтобы получать любовь, видно, отношения, реализация. Потом, что у нас есть? Дети, кекс, что еще мы хотим? Бизнес. Вот если мы будем находиться на своем месте вот здесь, мы получим вот это все, что вот все бонусы жизни, которые нам должны быть, у нас должны быть, они все будут у нас. Но только в том случае, когда мы будем находиться вот здесь. А что мы делаем? Мы начинаем проживать чужие жизни. Привет, ребят, привет, привет, присоединяйтесь. Как? Это мама. Мы идем и начинаем жалеть маму. Нам же жалко маму. Она жизнь как-то не так прожила. Она тяжелую жизнь жила. Мы видим ее какой-то слабой, немощной. Где-то вот так жалко маму становится. И когда нам жалко становится маму, когда мы ее осуждаем, когда у нас есть претензии, когда мы говорим, мама, я лучше знаю, как жить. Когда мы такие вещи говорим, мы идем и становимся на место нашей бабушки. Понимаете? Мы начинаем учить, мы начинаем советовать, мы начинаем жалеть вот с этого места. И становимся мамой нашей маме. А вот в этом месте нет ничего хорошего. Смотрите, в этом месте мы получаем такое же здоровье, как у бабушки. Мы получаем такие же деньги, да, там, пенсию. Мы получаем холодные ноги и руки, если бабушка мертва, или дедушка, если их нет в живых, то у нас холодные руки и ноги. Понимаете? Мы живем, получается, в поле мертвых. Вот, пожалуйста. И это очень опасно. Нужно жить вот здесь, а нет, мы идем туда, маму жалеем. Если мы говорим, вот у нас папа какой-то не такой. Мой папа пьет всю жизнь. Мой папа бросил нас. Он бил мою маму. Он бил меня. Он что еще может делать, папа плохого? Короче, папа не такой, как мама. Папа, короче, не дал мне то, что должен был дать. Он мне не додал любви. Короче, когда есть вот такие хоть малейшие, маленькие претензии, мы идем и становимся на место бабушки, на место дедушки. Видно? И проживаем жизнь этих людей. В психологии есть такое понятие, как жить чужую жизнь, повторяющийся сценарий. Вот это и есть. Вы начинаете жалеть маму и папу, хотя мама и папа – это великие люди. Мы начинаем их учить. Я помню, как Жасулан проходил у меня курс по маме и папе. И он говорил, Анель, я садил маму и делаю ей разборы. Такой, да, был маленьким сосунком, сосал мамину грудь, она его там мыла, купала. А он такой вырос, умный стал и начал сидеть и маму разбирать. Он говорит, я понял, в чем моя ошибка. Он проходил, он встал на место со своей мамой, вот на это место. И понимаете, мы начинаем, короче, учить родителей обижаться. Вот у нас есть такая фигня, хотя мы тут все сидим, умные все такие, да. Выросли, нам 18+, но мы до сих пор, мы до сих пор тянем вот эти все обиды на маму и папу. Вот правда, ребят, я 8 лет прорабатывала папу, отвечаю. Сейчас, буквально 4 дня тому назад, я ему написала папу, у меня новый этап в жизни, у меня новый уровень, и мне папа отвечает, понимаете. А раньше я могла говорить, я даже от отчества в документах отказалась. Просто Анель Алиаскар. Вообще я была уразована. Вот, это вот насколько нужно быть обиженным, а папа – это масштаб, это деньги. Если мама – это отношения, кстати, если у вас с мамой не очень, вообще мама бывает раздражает, вообще какие-то неправильные эмоции по отношению к маме, вы никогда не сможете стать счастливой. Просто никогда. Потому что мама отвечает за все отношения вокруг. Отношения самой с собой, принятие своего тела, принятие своего имени. Мама отвечает за то, как ты с мужем выстроишь отношения. С детьми, как ты с людьми вообще со всем миром общаешься и выстраиваешь отношения. Это чисто мама. А папа отвечает за масштаб, за выход в большой мир, за масштабирование бизнеса, за получение денег. Пап – это богатство. И если у вас хромает что-то, и есть жалость к маме или к папе, да, есть претензии к бабушке, что бабушка какая-то не такая по отношению к моей маме. Всё, всё, вы живёте чужие жизни. Вы начинаете жить вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Но не живёте свою жизнь. Только поэтому вы не получаете то, что вам должно прийти. Вот. И получается. Смотрите, как вы можете жить на месте мамы. Когда я права. Я знаю, как лучше жить. Это вот. Я стопроцентно знаю, что у многих у нас так. Я знаю, как лучше жить. Надо было маме раньше развестись. Или надо было маме с папой как-то по-другому себя вести. И мы говорим, что мама какая-то неправильная. Мама неправильную жизнь прожила. Исключаем вот отсюда маму. И что мы делаем? Когда мы исключаем, мы живём её жизнь. А вы хотите жить жизнь своей мамы? Это бывает так, что у моей бабушки муж алкоголик, у моей мамы муж алкоголик. Я исключила маму, что мама какая-то моя неправильная, бабушка моя какая-то неправильная. И всё, стою на это место и начинаю жить жизнь мамы и бабушки. И в мою жизнь приходит муж алкоголик. Вот так вот повторяющийся сценарий. Это доказано. Кстати, вот за это была получена Нобелевская премия Бертом Хеллингером. Он умер в позапрошлом году. Он всю жизнь работал психотерапевтом, психологом. К нему приходили люди, и он просто в какой-то момент понял, вот оно как. Люди почему чужие жизни живут? Потому что осуждают всех, понимаете? Осуждают. Если, например, дедушка-убийца, куда я сахтасан, к примеру, дедушка-убийца, он был какой-то не такой. Мы про него молчим, мы типа исключаем, как будто его не было в нашей жизни и проживаем же его жизнь. Я на своих курсах как раз таки рассказываю, как вот сюда становиться, как вообще нет обид. Вы кто такой, чтобы обижаться на родителей? Все, что вам должны были дать родители, это жизнь. И если вы сейчас смотрите вот этот прямой эфир, значит, вы живы и здоровы. Так какого хрена вы вот это тащите на себе, что вот обида на маму и папу? Я прорабатываюсь. Да ни хрена с психологами. Вот сто процентов я вам говорю. Не прорабатывается, потому что я сама прорабатывала. Мы писали письмо папе. Я помню, читала, рыдала, плакала. Сейчас, смотри, как я гнула, зажпрела. Потом поджигала, этот пепел бросала туда, по ветру. И что вы думаете? Прошло? Ни хрена не прошло. Все равно вот это что-то оставалось внутри, пока я не пришла вот к этим знаниям. И здесь все четко расписано. Смотрите, до 18 лет, до 18 лет, тут 18 лет плюс, тут 18 лет плюс уже, да? Тут 18, тут 18 плюс. И когда вам 18 плюс, вы уже выросли, идите, стройте свою жизнь так, как вы хотите. Снимите квартиру, работайте, покупайте себе авто, путешествуйте, стройте отношения мечты, что вам мешает. Нет, вам 18 плюс, вы все равно идете с этим мешком обид. Родители не проработаются. Вот я вам 100% говорю, не прорабатывается вот этими психологическими техниками, не работает. Все равно внутри что-то остается. Я объясняю именно так, как нужно стать на это место и с этого места посмотреть на своих великих родителей. У вас на самом деле очень великие родители. Вы просто смотрите всегда в слабость людей. Вот кажется, можно сказать про мужа, да блин, он какой-то нереализованный, он такой, он ленивый, он там матерится, что-то еще. Можно смотреть в слабость человека. А, например, если посмотреть в силу своего мужа, можно сказать, блин, какой он у меня заботливый, он такой умный, он руками хорошо работает. Можно найти тысячу позитивных вещей в своем муже и в любом человеке. Например, можно сказать, у меня папа алкоголик, у меня папа, там у него 3-4 брака, у него там еще что-то, мама у меня какая-то там несчастная женщина, мне ее жалко. А вы посмотрите, какие они великие. Если посмотреть в силу, например, у меня папа, вот я про своего папу говорю, он юморист просто. Сколько бы он не ел, он в жизни не потолстеет и не пополнит, я в него. Он классно танцует, я также танцую, понимаете? Он просто мастер на все руки в плане того, что запаять электричество, телевизор починить. У него столько классных качеств. А почему мы, дети, начинаем смотреть в слабые стороны, понимаете? Сейчас я еще одну классную штуку расскажу. И мама также, моя мама великая женщина, просто великая женщина. Почему? Потому что она осталась одна в 7 лет, умерла мама, умерла бабушка, папа женился. И она смогла прожить эту жизнь, она смогла поднять нас двоих с братишкой. Она работала везде, чтобы нас прокормить. Она великая женщина. Не все это смогли бы сделать, понимаете? Если мы смотрим в силу наших родителей, они просто классные. А мы такие, блин, маму жалко, папу жалко, или претензии, или бывает, что раздражение на своих родителей. Такое ощущение, что они как будто специально что-то не в тему говорят. Или притворяются, да, вот эта вот вещь пока есть. Пока тебя будет раздражать мама или папа, будут маленькие какие-то претензии, у тебя будут претензии, раздражения, обиды на весь мир. Просто на весь мир. Вот это нужно базово решить с отцом, с матерью. И только потом переходить на новый этап жизни. Почему? Потому что, если не проработав вот эту вещь, вы будете всегда в потолок упираться. Вот зарабатываете миллион тенге, круто. Все, а дальше плен стеклянный потолок. А как его пробить? Как его пробить? Там зарабатываю 50 миллионов тенге. А дальше что? Потолок. Как его пробить? Как его пробить? И когда... Как его пробить? И когда вы вот с этими, с мамой и с папой, с этими ребятами все делаете, прорабатываете их у вас с этого места, когда вы вот здесь, нет ни страха, нет ничего плохого, никаких негативных эмоций, есть только любовь. Такое ощущение, что вы весь мир любите, что вас нигде не обманут. Такое тотальное доверие ко всему миру. А по поводу разводов, когда у вас разводятся родители. Если у вас есть какие-то вопросы про родителей, маму и папу, пишите, я вам отвечу. Закрою вопрос, ну вот сейчас бесплатно. Та консультация, она стоит подороже. Вот смотрите, весь мир состоит из систем. Вот это система мама-папа. Вот видите, это одна система мама с папой. В этой системе вы есть? Вот мама-папа в системе вы есть? Вас нет. Какого хрена тогда мы в их отношениях вклиниваемся и говорим, что они жили как-то не так? Что папа плохой, папа нас бросил. Папа развелся с мамой, но от того, что он развелся с мамой, вот эта система, я и папа. От того, что он с мамой развелся, ваша-то система не поломалась? Вы все равно с папой-то в одной системе? У вас-то правая сторона не оторвалась от себя? Да, потому что там даже в биологии 46 хромосом, 23 от мамы, 23 от папы. Ну получается, вы продолжение родителей. У вас там папа правая сторона, да, предположительно, мама левая сторона. И представьте, папа с мамой развелись, и у вас правая сторона упала, и вы такой с одной стороной по жизни ходите. Ну это же гонево. От того, что мама с папой развелись, папа не исчезает, его кровь течет в ваших жилах. И его продолжение в вас и ваших детях получается. Вот и все. От того, что мама с папой развелись, вы не потеряли ни папу, вы не потеряли в этой системе ни маму. Просто у них система распалась, все, они теперь не живут. Но мама остается у вас с мамой, а папа остается у вас с папой. Вот, такие классные вещи, понимаете? И когда вы осознаёте это, вот здесь сюда становитесь, принимайте ответственность за свою жизнь во взрослой позиции, а не так всю жизнь. Папа, мама, дай, 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 дай. Как будто вам минус 18 лет. Когда вы вот в этом состоянии, в детской позиции, да, не знаю, чего хочу, боюсь, куда идти, там туда-сюда. Всё. Если вы в детской позиции, детям деньги не нужны. Детям кекс не нужен, детям реализация не нужна, ничего им не нужно. Всё у вас получится только тогда, когда вы выйдете во взрослую позицию, будете знать, как вам поступать, пробовать, там, тестить гипотезы, действовать просто, неважно, полагаться на Бога и действовать. Всё тогда получится у вас. И вы заберёте вот эту всю любовь, отношения, там, реализацию, всё, что вы хотите, будет у вас. Поэтому это самое главное и базовое, что должно быть в жизни каждого человека. Нужно просто решить с мамой, с папой, там, с дедушками, со всеми делами. Смотрите, если вы не принимаете папу или маму, да, хоть какой-то процент есть претензий, обид, там, жалости, то вы не принимаете их в себе. А если вы не принимаете их в себе, то у вас дыра там внутри. И как в топку дрова вы начинаете в эту дыру пихать все зависимости, откуда люди не могут. Переедание, алкоголь, созависимые отношения со своим мужем. У вас же это дыра, и вы не можете эту дыру закрыть, вы неполноценны. И вы начинаете эту дыру закрывать отношениями, я тебя люблю, там, я не могу без тебя курить, потому что там не получается. Вот эту же дыру чем-то надо закрывать. Или, например, что ещё может? Игры, да, все зависимости, которые есть на свете, это от того, что внутри непринятие родителей. И непринятие получается себя. И вот эта вот дыра, в которую ты начинаешь пихать, что попало, вот лишь бы не, лишь бы там с родителями не работать, на контакт не выходить. Вот, так что такие дела, ребят. Итак, если вы не здесь, вы проживаете чужие жизни, у вас такое ощущение, вот как будто не свою жизнь живу, как будто всё повторяется, как будто я как мама. Вот даже бывает такое, что начинаешь что-то делать, и такое ощущение, как будто ты вот маму видишь в себе, вот это вот. Ты же начинаешь на маму раздражаться, там, исключать маму, и живёшь её жизнь. И даже вот это будет ощущение, что, такое ощущение, что как будто ты вот мамину жизнь проживаешь. И это прям правда, ребят. Почему не ладится у вас личная жизнь? Во! Почему не ладится личная жизнь? Почему не спонтовывают у вас отношения? Потому что с мамой нет отношений нормальных. Вы не принимаете маму и папу как пару, да, как пару, что когда-то они были вместе, а может быть и сейчас. Не принимаете маму и папу как пару, всё. У вас личные отношения не строятся. Откуда происходят любовницы? Это классная вещь. Вот смотрите, девчонки, пацаны. Это вы, девочка. Это вот в вашей жизни мужчина пришёл. Вот вы живёте, вы начинаете его учить, типа мотивировать, пинать. Вот ты какой-то не такой, там, ты одел носки. Там ходите его как мамочка вокруг него да около, да. И что вы делаете? Вы становитесь, когда вы начинаете учить, советовать своему мужу, вы становитесь, вот здесь его мама и вот здесь папа. Становитесь на место мамы и становитесь ему мамочкой. А будет ли кекс между мамой и сыном? Кекса между ними не будет, потому что мамы с детьми там кексов не бывает. Поэтому, что вас здесь нет, потому что вы проживаете жизнь его мамы. И на это место кто приходит? Другой человек. Да, потому что места пустым не бывает, туда приходит чужой человек, женщина. И муж строит с ней отношения, потому что он-то видит вас мамочку, которая постоянно его оберегает, советует, типа мотивирует, пинает его, пытается его как-то расшевелить. Он видит вас не сексуальную женщину, не своего партнера, он видит вас мамочку, перестает бить между вами кекс. И он находит себе человека, который говорит, ты такой классный, блин, мне с тобой так хорошо. Вот этого, знаете, на равных, когда она его боготворит, и она его слушает, она его не учит. Просто приходит другой человек, оттуда и любовница, и, короче, откуда измены, и туда-сюда. Вот, так что, такой вот классный вам я дала расклад, офигенный просто, ребят. Кому залетело это скриншоте, для меня правда это очень-очень важно, в скриншоте говорить, что у Анельки классные прямые эфиры, что вам что-то залетело. А возможно, вы хотите написать какой-то инсайт, вот, напишите инсайт, пишите мне в личку, и я отвечу вам на вопросы по этому поводу, и даже не по этому. Всё, всех вас люблю, обожаю, мы с вами были 23 минуты в прямом эфире. Возможно, там папа умер, мама умерла, неважно. От того, что родители умерли, они не перестают жить в вас. Всё равно, я же говорила, что правая и левая часть, она не отпала, она также остаётся с вами. Поэтому мама, папа в нас и в продолжение наших детей. Вот, ещё классные вещи есть на моём обучении, такие как род, да, это ваши дедушки, пра-пра-пра-пра-пра-пра, целый род, после которого вы, после обучения, вы становитесь просто таким сильным человеком. Вам ничего не страшно, вы понимаете, что за вами целый род, что вы лучшая версия всего этого рода, правда. И вот вам ничего не страшно, вы достигаете всех результатов, всего, чего хотите. Это важно. Вы не один, вы не Лунти, который спустился с небес, типа, мамы нет, у меня папы нет. Блин, какого хрена у тебя нет папы? Как ты тогда бы родилась в этом мире? Так что не отрицайте ни родителей, никого. Вот такие дела, ребят, короче, скриншот, жду. Тем пока я еду сейчас ужинать со своими племянниками мужа. Когда я выходила замуж, Карине было 6 лет, а для лету было 2 годика всего лишь, а сейчас этим ребятам 24 года и 21 год. Блин, ну просто с этими огромными ребятами сейчас я еду ужинать со своими детьми еще. Вот, буду показывать все это в Инстаграм. Все, пока, люблю всех. Не забудьте, пожалуйста, делать скриншот, окей? Все, пока, пока, пока. Альхамдулиля, как это прекрасно. Субтитры сделал DimaTorzok